В прямом эфире на телеканале АРС программа «Гость в студии» я, ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии Анатолий Афанасьевич Бочкарев, председатель комитета управления собственностью города Кумертова. Анатолий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Изменения в законодательстве происходят постоянно, и что касаемо земельных и имущественных отношений тоже. Но вначале, позвольте, задам вопрос, чтобы пояснить зрителям, какие задачи поставлены перед комитетом на сегодняшний день. Вообще, полное название комитета, организации, учреждения, которые я возглавляю, это Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Но 90% объема работ, это связанное с управлением, распоряжением муниципальной собственностью. То есть, это передача в аренду нежилых помещений, продажа нежилых помещений, приватизация, передача в аренду в доверительное управление и распоряжение земельными участками. Также продажа собственность, оформление в аренду и так далее. То есть, вот основные. Плюс, еще по должностным своим обязанностям мы отслеживаем финансовую и хозяйственную деятельность муниципальных предприятий. Как они работают, каким образом распоряжаются муниципальным имуществом. Вот, если коротко, это основные направления и виды деятельности, которые осуществляет Комитет. Попробуем построить беседу таким образом, чтобы интересно было нашим телезрителям. Вот ряд публикаций прошли в федеральных республиканских изданиях. Вот одно из изменений, которое освещается, это объединение Росреестра с земельной кадастровой палатой. Вот такое решение правительства, объединить два органа. Что дает в конечном счете для жителей? Какие изменения происходят? Сложно сразу сказать и однозначно и коротко на этот вопрос ответить, но всегда до 1 января этого года существовало как бы две организации, Росреестр и земельная кадастровая палата, которые осуществляли учет земельных участков и регистрацию прав на объекты недвижимости, на земельные участки. На сегодняшний день эти две организации слились в одну, и в одних руках будет одна информационная база как по объектам недвижимости и земельным участкам, так и по правам, которые зарегистрированы на такие земельные участки и объекты. Ясно же, что это намного упростит как саму регистрацию, так и получение сведений о правообладателях и в объектах о земельных участках. В конечном итоге это должно упростить общение граждан с государством в этой части земельно-имущественных отношений. И в какой-то степени меньше путаниц в документах будет? Да, конечно, будет меньше путаниц, потому что реестр один и права на объект, и сам объект характеристики, конечно, это будет удобнее со всех сторон. Плюс хотелось бы что сказать. Вот этот закон о внесении изменений, закон о государственной регистрации недвижимости, который вступил с 1 января, имеет несколько таких тонких моментов, которые затрагивают напрямую интересы очень большого круга лиц, как физических граждан, так и юридических. В какой части? Вот передо мной газета Республика Башкортостан, я ее взял, когда готовился к эфиру, от 17 января, в которой есть статья «Оформить или потерять». Корреспондент здесь отслеживает, оговаривает информацию, которая касается как раз регистрации объектов недвижимости, домов, гаражей, магазинов и земельных участков. В соответствии с изменениями, которые вступили в силу в законе о регистрации, есть, по меньшей мере, два щекотливых момента. Первое. На сегодняшний день часто встречается ситуация, когда земельный участок стоит на кадастровом учете, гражданин им пользуется, но право собственности на него не зарегистрировано. В этом случае, в соответствии с законом, о котором мы говорим, Росреестр, если этот земельный участок сформирован до марта 2008 года, Росреестр вправе сейчас подать список таких земельных участков в органы местного самоуправления, прекратив, сняв эти земельные участки с кадастрового учета. То есть они будут признаны бесхозными? Да, по сути это бесхозные земельные участки. А какие это могут быть земельные участки? Предположим, вот в поселке Петки или где-то в частном секторе стоит дом, там с 60-х годов, с 90-х годов, и земельный участок стоит на кадастровом учете. Дом оформлен в собственности, а земельный участок нет. Снятие земельного участка с кадастрового учета приведет к очень неконктивным последствиям, в том числе, что этот земельный участок гражданин уже на себя никак не оформит. Он, по сути, не его земельный участок. Конечно, закон о регистрации не говорит о том, как будет изыматься ли этот земельный участок, за деньги по суду, либо каким-то образом. То есть это будут, скорее всего, подзаконные акты, которые будут регламентировать этот порядок. Но сама проблема эта стоит. Таким образом, мой совет всем нашим гражданам, независимость, это частный сектор, дом, предположим, магазины очень многие бизнесмены строили, гаражи и так далее. И если земельный участок стоит на кадастровом учете, ну, как минимум, придите ко мне в комитет, мы обсудим ситуацию, посоветуемся, как выйти из этой ситуации. Как максимум, зайдите, есть такой сайт, два сайта рекомендую в интернете. Это сайт публичная кадастровая карта, где можно узнать о земельном участке, всю почти информацию, размеры его, так далее, кадастровый номер. И сайт Росреестра, где можно узнать сведения о правообладателях. Но, повторюсь, даже вот я 16 лет работаю в комитете и изучая вот последние изменения в законодательстве, это земельный кодекс, вот закон о госрегистрации, очень много новшеств, новаций. Поэтому не стесняйтесь, уважаемые граждане, приходите. Да, но узаконить право собственности сейчас на земле получится? Вы понимаете, что, как ни странно, узаконить стало еще проще. То есть, у каждого гражданина, вот о которых мы говорим, вот я привожу пример, дедушка с бабушкой живут в Питках Заре, да, все равно какой-то документ на землю есть. Решение исполкома, там, 60-х годов каких-то, госакт на землю, или еще, или еще. Важно то, что сейчас, после того, как проведена сплошная инвентаризация города Кумертау, земельные участки уже стоят на кадастровом учете. В большинстве случаев, иногда бывает, что нужно гражданину перемежевать земельный участок. Но в большинстве случаев, кадастровый номер земельного участка есть, и вот те документы, по которым эти граждане получали землю на каком-либо праве, они существуют. В большинстве случаев можно просто прийти в реестр и зарегистрировать право собственности на этот земельный участок. Особых проблем нету, еще и потому, что сейчас есть МФЦ. То есть там просто. Да, но вы сказали, что в связи с введением этого закона есть пара щекотливых моментов. Один мы сейчас осветили, а второй как раз. Второй момент, это то, что такой же порядок, то есть Росреестр будет уведомлять орган местного самоуправления об объектах недвижимости, которые стоят на кадастровом учете, но права на которые не зарегистрированы в течение пяти лет. Такой же порядок. То есть может возникнуть ситуация, когда бесхозным может быть признан и объект. То есть дом построен, там люди живут уже. Да, люди могут быть жить, дом стоит на кадастровом учете, право не зарегистрировано. Росреестр прекращает запись об этом объекте, снимает их с кадастрового учета со всеми вытекающими последствиями. Возможно, я, конечно, не думаю, что будут дома-то у граждан изымать, но какие-то проблемы у людей возникнут с регистрацией. Но к вам уже люди обращаются с такими вопросами? Ко мне пока не приходили. Во-первых, сфера деятельности комитета немножко другая. Вот этот вопрос, возможно, Росреестр скажет, обращались, либо не обращались. Но я думаю, что не обращались. Менталитет наших граждан такой, что они до последнего тянут. И цель моего сегодняшнего выступления как раз сказать людям, что год 17-й у нас с вами еще есть. Пожалуйста, обращайтесь в компетентные организации, в Росреестр, в Комитет по собственности. Выясняйте ситуацию, со своими земельными участками, со своими домами, объектами и так далее. И принимайте меры по его регистрации. Анатолий Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, как у нас в городе обстоят дела с выделением земель для нуждающихся, многодетные, инвалиды? Да, вот я хотел бы один секретливый и довольно такой сложный вопрос мы обсудили. Я хотел бы еще доложить и вам, и лицам, людям, которые смотрят нас несколько моментов, которые вытекают из деятельности комитета. Очень много за последнее время уделяется внимание выделения земельных участков. Четырем, мы называем это многодетным, как правило, для краткости, но бесплатно под эту категорию попадают четыре категории лиц. Кому, граждан, вернее, кому бесплатно выделяется земля. Первый, это, конечно, лица, граждане, семьи, у которых трое и более детей несовершеннолетних. Потом, вторая категория, это семьи, где есть дети-инвалиды. Это инициатива республики ввести такую категорию. На сегодняшний день, вот я немножечко свои посмотрю. цифры немножечко я вам скажу. На сегодняшний день по Кумертау граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся ноль, то есть таких, и которые изъявили желание приобрести земельные участки бесплатно, нет таких людей. Вторая категория, это молодые семьи, где супруги до 35 лет. Стоят в очереди 12 семей. Три и более несовершеннолетних детей имеется в 291 семье. И граждане, имеющие ребенка-инвалида, это 35 семей. За время действия законодательства, о котором мы сейчас наговорим, поставлено учет по Кумертау 711 граждан. Это по состоянию на 1 января 2017 года. 274 земельных участка предоставлено всего. То есть 711 поставлено на учет, 274 предоставлено. То есть очередность есть, и она довольно значительная. Почему? Ну, можно объяснить тем, что процедура предоставления земельных участков бесплатно сама по себе довольно проста, но сложная процедура в подготовке этих земельных участков. То есть необходимо сделать проект планировки территории, проект земельных участки на кадастровый учет. Кстати, вот для финансирования затрат по постановке помежевания земельных участков республика выделяет городу довольно значительные средства. На сегодняшний день, чтобы вот очень часто вот по этому вопросу граждане ко мне часто обращаются. Когда мы получим? У меня дети инвалиды, многодетные. Хочу сказать, что на сегодняшний день распределено уже 30 земельных участков. Проводится подготовительная работа по 22 земельным участкам. То есть это проводятся торги по выбору межевой организации и будут проведены межевые работы. Дальше уже ставим на кадастровый учет 52 земельных участка. Таким образом с декабря 16 по февраль марта ориентировочно завершим работы. Это будет предоставлено 104 земельных участков. То есть если мы 274 на период такой большой дали и еще 104 это будет в районе Дубков. Сразу хочу сказать. Многие потому что хотят предположим в Шахтерском и так далее. Там во-первых земли уже все распределены. Нет такой возможности. Поэтому развиваться город будет в сторону Дубков. Да. А все семьи которые получают землю пользуются и последствиями. Конечно же не все. Я вообще считаю что конечно выделение земельных участков бесплатное это конечно же поддержка семей материальная. Но вы понимаете что мало выделить землю. Нужно же туда подвести инфраструктуру дороги газ свет это деньги уже республиканские. Дальше граждане многодетные должны начать строиться там. Тоже довольно сложный процесс. Никто не может запретить гражданам распорядиться своим земельным участком. То есть продать его кому-то и так далее. На сегодняшний день теоретически такая возможность есть. Я вот знаю что многие продавали свои земельные участки. Но как говорят что пусть продают. То есть это одна из форм поддержки людей. Не может предположим республика или город дать денег людям. Дают землю они продают все равно поддержку таким образом. Но все-таки мы стараемся таких случаев кстати не очень много. Мы стараемся я знаю Борис Владимирович очень много с Юрием Владимирович уделять внимание как раз разработке проектов на вот эти сети которых я говорил. Довольно сложный процесс дорогостоящий но дело все равно движется. Анатолий Афанасьевич наш город получил статус территории опережающей социально-экономического развития предполагается определенная налоговая преференция для резидентов нашей территории вот город со своей стороны какие льготы готов предоставить в плане земельного налога? Ну на сегодняшний день у нас льготы по территориям как бы на трех уровнях это на федеральном на республиканском и на муниципальном на муниципальном уровне мы выйдем с предложением в совет городского округа обнулить скажем так арендную плату как за муниципальный нежилой фонд так и за аренду муниципальных земель это вопрос решится довольно просто на уровне города я считаю уровень республиканский это передача в аренду нежилых помещений республиканской формы собственности и земель которые расчет аренды которых происходит по методике утвержденной правительством РБ республики Башкортостан город не вправе вносить методику изменения но вправе обратиться также обнулить этой аренды как по нежилым так по земле я думаю с учетом того что Торы это перспектива это будущее я думаю такие решения будут приняты положительными но обнуление это будет носить временный характер 10-15 лет по закону зона ТОСЭРа действует 10 лет как вы знаете с условием определения на 5 конечно логика подсказывает что на все действия должны быть вот эти льготы хотя возможно и другие варианты как законодатель посмотрит город готов идти на встречу потенциальным инвесторам да конечно Анатолий Афанасьевич я вас благодарю за то что вы пришли к нам в студию ответили на мои вопросы сегодня у нас в студии был гость Анатолий Афанасьевич Бочкарев председатель комитета управления собственностью города Кумертал спасибо что были с нами до встречи